Приветствую вас! Когда записывается это видео, сегодня 7 января 2024 года. Что это значит? Ну, с формальной точки зрения считается с Рождеством Христовым, но если вы празднуете. Но это все чепуха. Сегодня 21.00. Стрим на моем канале. Вечер вопросов и ответов. Так что приходите в гости. Вот это действительно новость. Самое-самое. А, Рождество, может вы празднуете? Честно говоря, в церкви давно нет Бога. Там только бабло. Запомните раз навсегда. Но это так на всякий случай. Но не к вам. Но в честь такого события, все-таки, как-никак, выходной. Целая подборка политических новостей без Украины и без России. Как надоело это, срач! И то и другое. По этой причине предлагаю вам политические новости, которые действительно сейчас популярны в мире. Ну, в каком мире? Имеется в виду Европа, США, мать тебе, китайские новости. Я можем вам тоже рассказать, но вы вообще их не поймете. Она очень длинно рассказывает, что это за новость. По этой причине предлагаю вам подборку политических новостей без Украины, без России. То, что действительно сейчас обсуждают ведущие средства масс-информации мировые. Первая новость, которая действительно обсуждается, причем и в Европе, и в США. Серьезно. Это вот как Трампа прессуют! Вы, наверное, слышали, что два штата вообще запретили ему участвовать в премьер-лизе. Это не выбор еще, сразу говорю. Это просто первый этап. Но если он не пройдет премьер-лизе, но премьер-лизе его не будет, то возникнет вопрос, можно ли его выдвигать кандидатом от партии. Там действительно такая ситуация. Он подал апелляцию в Верховный суд. И нюанс. Сейчас действительно очень много обсуждают, какое же решение примет Верховный суд. Ну смотрите, значит, я немножко несу ясность. Просто некоторые не совсем понимают, что такое суды. В Украине то же самое. Вот видите, не мог не держаться. И в России. Когда вы обжалуете, вот вам не нравится решение суда первой инстанции, а в штате это первая инстанция, вы подаете Верховный, то есть выше. А вот этот суд, который выше, он может принять к рассмотрению, а может не принять. Не, не удивляйтесь, такая существует. Вот там сначала как бы есть такой докладчик, он докладывает, и коллеги судьи принимают решение. Принимать к рассмотрению эти дела или не принимать. То есть не удивляйтесь, вот судьи выше инстанции могут не захотеть и рассматривать. Не, они ссылаются согласно той, той, той статьи. Это не считается объектом рассмотрения. Это может быть. Не удивляйтесь. То есть действительно может так произойти, что они не будут, не то что они скажут там прав тут или не прав. Мы не полномочны это рассматривать. И сейчас вот эта дискуссия самая основная. Почему? То, что сцела, ну почему не дали Трампу участвовать? Там есть в Конституции такая поправочка, по-моему, 14. Ее по большому счету юристы выкопали. Да, был случай, был случай, когда ее использовали. Но это был 19 век. Ну, грубо говоря, 100 лет никто не пользовался. Да, она есть, но как-то и не пользовалась. Ну, бывает. А сейчас ее начали пользоваться и возникла масса, ну, как бы, юридических коллизий. И тут, говорит, вот, понимаете, вот верховный суд может и не захотеть рассматривать. Не, не то, что сошлется, что извините, вот это вот нюанс, который мы не можем рассмотреть, потому что это не наша компетенция. Не, не удивляйтесь. Сейчас это основная. Мало того, там, как вы понимаете, начинаются ссылать на одних юристов других, на судей, начали разбираться, кого назначал Трамп, кого Трамп хотел снять. Все есть, да, такая новость. Ну, еще раз обращаю ваше внимание, это не значит, что вот сейчас Трамп, значит, не будет кандидатами. Это еще длинный процесс. С другой стороны, там же по другим штатам тоже подали. Если еще другие штаты, как бы, запретят ему участвовать в прем-лизе, то есть они запрещают включать его фамилию в список прем-лизов. Запрещают. Ну, запрет. Нет, суд имеет право. Имеет полный закон. Суд имеет право принять решение запретить. И надо исполнить. Нельзя не исполнить. Нельзя. Понимаете, курьер заключается в том, что, ну, если ты не исполнил лишение суда, значит, суд накладывает обвинение на то, кто не исполнил. Так что вот это интрига. Причем, вот, знаете, так, то были все специалисты по коронавирусу, теперь все специалисты по юриспруденции. Причем, знаете, такой махравой юриспруденции. А можно ли эту поправку считать? А там, понимаете, написано, что повстанец не имеет права, ну, грубо говоря, избираться буддисбрами. Ну, он поражается в правах. Ну, это классика. Вообще-то, говорю, это приняли давно еще там чуть ли не на заре создания США. И тогда действительно имели в виду, что, ну, знаете, там всякие нехорошие люди, давайте. А теперь юриспруденции говорят, а вот можно ли считать? А как трактовать слово повстанец? Как это понимать? Ну, действительно, ну, не использовали очень давно, потому что нашли, нашли, когда использовали, но там действительно, во-первых, был чисто бунт, когда подняли, ну, так сказать, воста и тогда командиру этих, ну, помните, гражданская война? Там действительно. И тут как бы, ну, полностью меняли, что человек, как бы с оружием в руках против Конституции. И в очу племени был случай, ну, вот он поднял восстание, и его поразили, ну, то есть ему запрещались избирать и быть избранным. Так что такое тоже было. Но это когда был, это, господи, поэтому почти не спорю. И эта тема самая-самая-самая-самая-самая-самая. Ну, тем более народу нравится. Ой, срач, как нравится, да. Теперь вторая политическая новость. Опять, ну, понимаете, сейчас действительно вот эти вот ожидания выборов в США – это главная мировая политическая новость. Самая главная. Супер-супер. Ну, она, во-первых, модная, популярная. Ее обсуждают, говорят, европейские очень много изданий, ее обсуждают. Почему? Ну, модно, модно. И вторая новость заключается в том, что, значит, демократам нет плана B. Я не помню, кто это написал, то ли Уолл-стрит, то ли что-то там. На что они, ну, то есть, о чем пишут? Что вот Байден на сегодняшний момент – это план А, а было бы хорошо, что план Б, и эта дискуссия очень большая. Почему нет плана Б? Значит, смотрите, опять же, вот это прем-лизы, это система, которая… На сегодняшний момент в демократов, в прем-лизах, ну, кроме Байдена, нет ярких лиц. То есть, там, фактически, ну, все остальные, или очень неизвестные, или очень неяркие. Они старые, ну, как бы такие. И говорят, ну, вот же, почему новые надо, новые нету. И вот они говорят, вот, если бы они вовремя новые. Вот знаете, какой нюанс? Вот никто с вас не задавал, почему Барк Обама, он имеет полное право избирать. Почему? Ну, он же значительно моложе, тем более, был президент. Почему он не может? Оказывается, нет. Понимаете, какая ситуация? Кажется, у демократов, как бы… Ну, у республиканцев то же самое, у демократов тоже клан, фракции. И Барак Обама представляет одну фракцию, которая на сегодняшний момент переругалась с другими фракциями демократической партии. Вот такая. И по этой причине его не включает прем-лиз. Хотя, ну, знаете, уже политолог говорит. А вот если бы был в прем-лизе Барак Обама, он мог бы обыграть Байдена? Ну, то есть, за него больше бы, наверное, проголосовали? Ну, сложно сказать, потому что опросы показывают «да», но это опросы. А так как его нет в прем-лизе, соответственно, оценить невозможно. Сейчас по прем-лизам демократов выиграет Байден. Ну, там просто действительно остальные личности настолько не ярко. Просто получилась ситуация, что и Трамп, и Байден – это старое поколение, а нету нового. Да, да, действительно, в США есть проблемы. Если в Украине новое, вообще в Украине, я скажу, в отличие от России, опять же, господи, в отличие от России, где тоже старье, новое поколение, то в США это не получилось. Не получилось. Не получилось. Нет, там не то, что поймите, не получилось. Вот смена поколения не получается. И многие говорят, что это очень плохо, потому что, фактически, Трамп и Байден не тянет, ну, с точки зрения, это люди старые, надо новых. Ну, что нет, то нет. Понимаете, тоже не просто надо новых там типа, а это новые яркие должны быть, которые будут лидеры. А там действительно получилось, и в республиканцев, и в демократов, ну, нету вот молодых людей, нету абсолютно. То есть, там есть, но не настолько, ну, как бы, ну, нет ни своей механизмы, ни какой-то узнаваемости, этого нет. И это вот сказывается. Вот такая ситуация. Так что, видите, какая проблема, а вы? Рассказывай. Теперь о чем еще говорят, обсуждают, и о чем не говорите вы? Ректор Гарварда пошел в отставку. Но не просто. На сегодняшний момент там еще пару, ну, в некоторых университетах сейчас ректора под вопросом. В США началась волна, ну, даже не знаю, как это назвать. Это не борьба. Это волна, как бы, сейчас немножко объясню. Считалось и считается, что вот такие высшие учебные заведения должны быть вне политики. Ну, это логично. Мало того, очень длительное время всегда их, как бы, ставили в пример. Вот есть политика, а есть учебные заведения независимые. Но они очень, говорят, что вот учебные заведения должны быть независимыми. На них не должны влиять политики, на них не должны влиять всякие там спонсоры, хотя как раз на это они влияют. Но считается, они должны быть независимыми. Ну, в этом логика есть, конечно, спорить не буду. И этим они гордятся. А получилась ситуация, что последние там 10, 20, 30, 40 лет, ну, мягко говоря, они стали зависеть. И вот сейчас хотят очистить университеты от этой зависимости. Зависимо от чего? От политических клише. Да. От различных запретов, которые считают, что они противоречат, что как же демократия, свобода. Ну, действительно, в некоторых американских университетах доходит до маразма, когда не могут назначить декан или ректора только потому, что он белый. Почему? Ну, надо, чтобы все белые, надо черного, надо еще что-то. Ну, ребята, ну это же абсурд. Не, ну вы же понимаете. И вот это хотят выбросить. Ребята, прекращаем вот эти игры толерантности. Прекращаем вот эти игры. Ну, они говорят, не политики. Все. Пожалуйста, если вы считаете, что это вот в Конгрессе начинаете, там, трансгер, это туда. А здесь учеба. Здесь нету этого. Есть ректор белый. Есть. Есть черный. Есть. Никаких вот этих не должно быть. Абсолютно. Началось это, конечно, все из-за палестинцев. Ну, когда началось. И так, когда там начали вот некоторые студенты, ну, откровенно проводить анти-израильскую политику. И то спровоцировал. Сильно спровоцировал. Говорит, ребят, университет не должен этим заниматься. В упор. Пожалуйста. Учеба закончилась. Студент вышел. Идет на любой митинг. Но просто как гражданин США. Не как студент. И сейчас это пошло. Республиканцы очень сильно за это взялись. Очень взялись. Ну, во-первых, пиар. Во-вторых, действительно, тема подхватилась. Потому что, говорю, многие даже вот когда вопросы начали делать, американцы говорят, да, надо очистить. Ну, что, ну, понимаете, как они сходят с точки зрения. Не надо нам, чтобы в университетах была политика. Она не должна быть. Там учеба. Все. А за стенами университета что хотите-то делайте. Ну, логично где-то. Я согласен. Почему бы и нет? Логика должна существовать. На этом же она и строится вся эта логика нашей жизни. Теперь. Вторая новость. Даже не трая, а третья. Ну, как вам сказать. Она, по большому счету, перекликается частично с событиями в США, но больше на Ближнем Востоке. Возможно, вы слышали, что хотят премьер-министра Израиля снять. Это нет. Вообще, конечно, странная ситуация. Вообще-то, ну, да, палестинцы это не проблема. Вот эти разговоры. Ой, ау, ау. Ребята, это ничтожество. Там пара этих ребят с автоматами тоже мне нашли. Причем 45 миллиардов потратили. Ребята, на что? Там хватило бы одного маленького отряда развести. Ну, куда? Ребята, ну, не, ну, я понимаю, что тут разворовали больше. Не-не-не-не. Ребята, родные, не надо мне рассказывать, что в Израиле не воруют. Воруют еще как? Они такие патриоты. Я знаю этих патриотов. Все вот эти. Особенно генералы, которые в медалях. Ох, патриоты. Ой, патриоты. Да. И ему и накриминируют, что слишком дорого получилась операция. Бестолковно. Ну, как бы. Нафиг. Нафиг такая дорогая операция. Он говорит, как же надо было, чтобы дорогая была. Зачем? Тут же хватило там их два калеки. Несчастных. Нет. Ну, и понятно, вы же, наверное, слышали, что Антония говорит, что война лет двадцать, тридцать, сто. Ну, чтобы денег больше украсть. Он говорит, не, хватит. Заканчивай. Сколько можно? Конечно. Тут еще ситуация. Америка говорит, ребята, ну, хватит уже. Навоевались. Ну, там не с кем воевать. Сколько там тех, господи, палестинцев. Антония говорит, нет. Воевать будем. Блинкин прилетел. И высказал, что так это неправильно, что надо прекращать. Сворачивал операцию. Ну, соответственно, я говорю, воевать, не воевать, воевать, не воевать. Ребята, запомните раз и навсегда. Война – это только бабу. Нету там ничего. Ни лозунгов, ни знамени, ничего. А там бабу. И каждый хочет украсть. Особенно генерал. Хлебом не корми, дай им только пузо свой набить деньгами. И потрандеть. Ох, фантазеры, чертовые. В Израиле такая ситуация. Так что там действительно непонятно, потому что, понимаете, по большому счету, с точки зрения здраво-логики там все закончилось. Ну, там пару этих коллег, этих там палестинцев, их давно уже взяли. А с точки зрения военных, говорит, они очень хотят, чтобы это все продолжалось, 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 долго. Ну, понятно, в Америке говорит, ребята, ну, фатит уже. Ну, повоевали. Ну, уже списали, разворовали кучу бабла. Что вы еще хотите? Больше? И вот этот нюанс, когда вот США говорит, все, сворачивайте. Наталья говорит, не сворачиваем. Ну, тут же начинают на него эти наезжать. Так что там действительно бардак еще тот. Обалдеть. Не, поймите, по большому счету, вот эти конфликты с палестинцами, это Израиль специально делает. Ему это выгодно. Вы понимаете, если действительно не было конфликта с Палестиной, а как бабла списывать? Куда списывать? А тогда, представляете, сколько денег разворовывает израильская армия ежегодно для антитеррористической борьбы с палестинцами? Миллиард. Вы думаете, почему очень часто эти ребятушки покупают виллы во Флориде и так дальше? Да? Потому что тут разворовали, там купили и рассказывают, мы боремся, мы боремся. Все же происходимо понимают, что никакой угрозы Израилю со стороны палестинцев нет и быть не может. Она ничтожна. Те, что там вот пара-раз боевички, их можно скрутить в баранье рог за полчаса. Все у нас. Ничего там не существует. Даже, ну да, в Тиран объявил войну Израиля. И что? И что? И что? И что? И что? Давайте посмеемся вместе, да? Ну, что он только что объявил? Плевайся на это хотели. Ну, объявила. Ну и что? А, Емин объявил войну. Ну и что? Это чушь собачья. Понимаете, все же происходимо понимают, что там главный Судовская армия. Она бабло дает. Она говорит, не дам бабло. Нет бабла, нет войны. Так что, по большому счету, конечно, давно там все надо закончить. Ну, а как бабло? Как поделить? Ну, понимаете, только дорвались до Крымушки генералы с Натаньяху. А то, говорит, прекратить. Да вы что? Ребята! А красть как же мы будем? Ну, крадут очень много. Даже американцы забезли. Ребята, ну, имейте совесть. Ну, разве можно так нахально много воровать? Ну, можно. Война все успешно. Так что тут не соскучиться. Вообще, по большому счету, война это очень проблемное дело. Тут как раз война в Ближнем Востоке показала, как классно можно заработать, если сделать такую долгоиграющую пластиночку и постоянно бороться, бороться. Бороться. Надо не побеждать. Бороться. А надо не побеждать. Бороться. Вот такая вот забавная ситуация. Ну, мы уже новость китайскую, но вы уж точно не поймете. Не? Или поймете. Знаете, смотрите. ЦК КПК подумала и приняла разумное решение, чтобы на ближайшем съезде комсомола обсудить вопрос о том, что молодые китайцы должны подумать о рождении детей. Да. Не, ну, помните, они действительно, то они раньше боролись, сейчас дура проблема. Ну, у них, во-первых, сильный перекос. У них очень много мальчиков, мало девочек. Очень сильный перекос. Колоссальный. И сейчас как бы они агитируют, чтобы, ну, больше детей, ну, желательно разных, ну, полов, чтобы тоже, как бы, девочки. А молодые китайцы, китаянки не хотят детей зародить. И вот хотят подключить комсомол. Знаете, в таком случае, чтобы идейно воспитать людей, чтобы не захотели, а так вот. Да. Вот это их, вот это их не мог, как сказать, политическое решение. Да, это очень важно, нужно воспитать. Да, интересно. Ну, в любом случае, такое попахивает совком, конечно. Не знаю, насколько это сработает. Вообще, по большому счету, почему молодые китаянки не хотят заводить детей? Доходы выросли. Я много раз вам рассказывал еще, говорю, как только растут доходы населения, сразу рождаемость спала. В свое время провели очень хороший анализ, шикарный анализ. Брали за базу, не, Европу брали и проанализировали вот такой нюанс. Ну, вы знаете, что в Европе довольно много мигрантов. Да. И, наверное, знаете, что есть много мигрантов, которые приезжают с тех стран, где много детей. Ну, вот в Африке очень, ну, есть в Африке очень бедные страны, там очень много детей и так дальше. В Англадеш очень много и так дальше. И вот, получилась такая ситуация, взяли и проанализировали. Ну, вот мигранты проезжают и получают такую интересную закономерность. Когда это мигранты первые волнуют. То есть, ну вот, да, у них тоже много детей и по традиции они, но когда вот эти дети, которые родились в Европе, вот этих, так сказать, родителей, у них уже детей меньше. А внуки вообще не хотят. Намерко. Как же так? А так? Потому что, правильно, пока они жили в бедной стране, вот эта традиция, ну, как бы размножаться, ну, глупая традиция. Считается, что из тем много детей, да, там смертность довольно высокая, и они считают, что дети останутся, будут тебя содержать. Но потом, когда они попадают в Европу, когда они видят, что в этой нет какой необходимости, особенно, когда их не уже внуки стают богатыми, ну, зажиточными. Ну, понятное дело, что внуки детей не хотят. По этой причине вот эти все программы, которые и в Европе, и вот вы часто говорите, вот, если у нас доплачивались за детей, я говорю, а, не будет. Ну, вот в Швеции колоссальная программа в Германии, так вот, если убрать мигрантов, оставить этнических шведов, детей нет. А у мигрантов есть первые волны, да, а уже последующих нет. Ну, просто, некоторые мигранты просто на этом зарабатывают. Они специально заводят побольше детей, чтобы больше пособия. Это абсурдная вещь. Вот такая. Так что, Китай будет воспитывать ей нахуй. Вот так вот. Все. На этом политические новости закончились. Напоминаю, сегодня, сегодня это 7 января. 20.00 будет стрим. Приходите в гости, до свидания. Виталий вас. 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 Товальше. Виталий вас. Субтитры подогнал «Симон»!